Уважаемые члены организационного комитета, уважаемые участники 5-й научно-практической инференции современной автоклавной газобетон, компания Кеда, которую я представляю, меня зовут Николай Кондрашов, впервые участвует в работе данного мероприятия. И от лица руководства компании я хотел бы поблагодарить за предоставленные возможности использовать площадку конференции для того, чтобы представить нашу компанию. Тема доклада посвящена оборудованию по выпуску АГБ на основе индивидуальных запросов наших клиентов. Полную версию вы сможете найти в статье, размещенной в сборнике докладов конференции. Прежде всего хотел представить саму компанию. Компания Кеда Clean Energy, это холдинговая компания группы Кеда, учреждена в 1992 году, с 2002 года входит в листинг шанхайской фондовой биржи. В настоящее время включает более 40 дочерних компаний в трех отраслях. Прежде всего это оборудование для производства строительных материалов, керамика, стеновые материалы, искусственный камень, экологически чистая энергия, система газификации угля, очистка дымовых газов и материалы экологически чистой энергии, литиево-ионные батареи. Непосредственно в холдинге Кеда за направление строительных материалов отвечает компания Кеда Suremaker, которая является 100% дочерней компанией Кеда Clean Energy и производственной мощностью которой на сегодняшний день позволяет выпускать порядка 50 линий автоклавного газобетона, комплектных линий заводов и около 700 гидравлических прессовых комплексов различного назначения. Компания специализируется на комплексных решениях для заводов автоклавного газобетона и силикатного кирпича. На слайде указаны услуги, которые оказывает компания Кеда. Но я хотел бы отметить, что особо обратить внимание на то, что компания Кеда выпускает на своих заводах до 90% оборудования линий автоклавного газобетона, я имею в виду основное технологическое оборудование, за исключением автоклавов, мельниц и оборудований котельной. Поэтому все основные машины мы производим сами. Основные принципы философии компании Кеда – это технические инновации, индивидуальное проектирование, клиентоориентированный сервис и философия сотрудничества с нашими клиентами «выиграл-выиграл». Компания Кеда стремится уделять большое внимание инновациям и постоянному техническому совершенствованию продукции для удовлетворения потребностей своих клиентов. Благодаря тесному взаимовыгодному сотрудничеству и постоянным инновациям, основанным на изучении их практического опыта, наша компания получает возможность предлагать эффективные и практичные решения по оптимизации производства и технологии автоклавного газобетона. Теперь я хотел перейти к самой теме доклада, рассмотреть ряд машин и видов оборудования, которые мы проектировали и предлагали в соответствии с конкретными потребностями и запросами наших клиентов. Хотел начать с смесителя. Вы все согласитесь с тем, что смеситель является одним из ключевых элементов линии автоклавного газобетона. Компания Кеда, подходя к вопросу проектирования нового смесителя, изучила технологии смешивания различных смесей, глубоко изучила этот вопрос и в результате пришла к конструкции смесителя двойной поперечной лопасти и модульного направляющего кожуха. Данная конструкция за счет оптимизации циклов перемешивания сырья и циркуляции жидкости в смесителе позволяет эффективно готовить газобетонную смесь в диапазоне плотностей D300-D700, при этом для эффективного приготовления смесей достаточно мощности смесителя 45 кВт, что существенно ниже энергопотребления большинства смесителей, которые используются в отрасли. На данном слайде показано графически распределение фаз и распределение жидкости по скорости движения в процессе смешивания. Следующее, о чем хотелось бы сказать, это линии резки. В Китае большим спросом пользуются панели и блоки толщиной 50 мм. Традиционная машина горизонтальной резки оснащена 5-8 парами стальных колонн для крепления стальной струны. Обычно при резке тонких блоков или панелей на каждой паре необходимо установить как минимум 3 струны для нарезания тонких панелей, что в процессе горизонтальной резки на одной вертикальной плоскости образует не менее 3 резов, что может привести к образованию вертикальной поперечной трещины. Кроме того, когда режущая струна заканчивает резку и выходит из массива, высока вероятность того, что хвост массива будет поврежден из-за резкого снижения сопротивления резанию, возникающего в результате растягивания сразу нескольких струн в одной вертикальной плоскости. Для решения указанной задачи компания Кеда спроектировала новую машину горизонтальной резки, которая оснащена двумя основными балками, на которых ступенчато распределено определенное количество небольших колонн для крепления стальной струны. При этом каждая пара колонн используется для подвешивания только одной струны, что обеспечивает горизонтальную резку, массива с минимальным сопротивлением и устраняет возникновение вертикальной поперечной трещины в процессе резки тонких панелей. Хотелось бы сказать, что машина данной конструкции компании Кеда представлена на рынок уже около четырех лет назад и за время эксплуатации показала свою высокую эффективность. На данном слайде указан эффект резки тонких панелей. На машине вы видите, как установлены струны, как происходит процесс резки. Следующий вопрос. В некоторых случаях клиенты просят добавить количество заливочных форм и постов предварительного созревания массивов, чтобы увеличить производительность линий и достичь производственного цикла в 2,5-3 минуты на форму. В данном случае компания Кеда предлагает решение использовать двойную систему смесителей. Про смеситель я выше уже рассказывал. Однако стандартный такт передачного моста в зоне созревания не соответствует таким повышенным требованиям. Для решения данной задачи компанией был разработан новый передачный мост для двойных форм. Данный мост может синхронно транспортировать две формы в зону предварительного созревания и синхронно перемещать две формы на участок распалубки через фрикционное колесо после выдержки, что значительно повышает эффективность логистики в зоне созревания массивов. Приводимый в движение двумя редукторами, передачный мост осуществляет точное позиционирование посредством электрического управления и механического метода. Следующий вопрос. Основные экспортные рынки, куда вставляет продукцию компания Кеда, у них существуют различные транспортные стандарты по перевозке блоков газобетона. На данном слайде показаны спецификации упаковки, которые требуются нашим клиентам в различных странах и регионах. Для оптимизации процесса упаковки блоков и формирования пакетов и изделий, компания Кеда разработала машину, так называемую машину перемещения блоков. Она показана на слайде, которая позволяет штабилировать блоки высотой 1600-1800-2400 мм. При этом сама конструкция машины построена таким образом, что это как кран с гидравлическим захватом, который... На самом деле функция машины двоякая. Она это сдвижная машина, которая объединяет на линии упаковки два массива, значит, шириной 600 мм, соответственно, в один массив шириной 1200 мм, значит, и далее уже в зависимости от потребностей конкретного клиента программа позволяет штабилировать блоки, вот согласно этой таблице, которая указана. При этом необходимо отметить, что машина может в том случае, когда длина массива, она не равняется числу кратному длине поддона, она может накапливать блоки на переходной платформе и потом уже формировать готовые пакеты изделий и устанавливать их на поддон. При этом режим упаковки может предполагать установку как на поддон, так и без поддона, значит, все это делается автоматически в соответствии с настройками программы. Этот небольшой случай, я на нем особо задерживаться не буду, значит, это просто показывает подход компании Кеды. Один наш клиент в Индонезии, у него были определенные проблемы с качеством сырья, это выражалось в том, что в процессе автоклавирования блоки сильно склеивались между собой, поэтому традиционная схема деления, когда массив режется по горизонтали и потом после автоклавирования разделяется делительной машиной, в данном случае не работала. Поэтому для решения этой проблемы компанией Кеды был разработан небольшой контователь, который устанавливался на линию упаковки, при этом резкая толщина блоков, она производилась машиной поперечной резки, вертикальной резки, и далее уже цепным конвейером часть массива подавалась на кантователь, который кантовал на 90 градусов, таким образом минимизировался риск обрушения блоков в процессе транспортировки. Другое предложение для линии упаковки, оно применимо на заводах с высокой степенью автоматизации и там, где ограниченные площади. Для решения задач автоматической ротационной укладки продукции и раздачи поддонов компанией была разработана роботизированная интеллектуальная система упаковки, в которой массивы объединяются на упаковочной линии, в то время как робот последовательно поворачивает поддоны в обозначенное положение цепного конвейера, так, чтобы отверстие для захвата поддонов по грузчикам располагалось перпендикулярно линии упаковки. Затем робот зажимает необходимые слои блоков на упаковочной линии и поворачивает их к пустым поддонам. Данная упаковочная система может быть гибко настроена для удовлетворения различных требований клиентов. Следующий слайд посвящен автоматической системе оборота, несущей храм участка армирования. Вчера в процессе выступления как раз говорилось о том, что в Китае большим спросом пользуются армированные панели, причем в таких промышленных, индустриальных масштабах. Поэтому для крупномасштабного производства именно армированных панелей компании Кеда была предложена концепция участка армирования и реализована концепция автоматической системы оборота, несущих рам. Тут вы можете видеть основные участки данной линии, причем необходимо понимать, что она работает в автоматическом режиме, и ручной труд сведен к минимуму. Ручной труд используется только на участках сварки арбатурных каркасов и креплении их к несущим рамам. Все остальные операции автоматизированы. И этот конвейер работает в непрерывном режиме. Другой вопрос. В Китае традиционно стандартным автоклавом считается автоклав с диаметром 2 метра 68. И, соответственно, под него запроектированы технологические линии основных производителей оборудования по выпуску автоклавного газобетона. Но сейчас, естественно, клиенты, они стремятся минимизировать затраты свои, поэтому ряд клиентов обратился к компании Кеда с просьбой запроектировать таким образом линию, чтобы можно было использовать автоклав диаметром 2,5 метра. При этом необходимо учитывать, что в Китае основная технология производства автоклавного газобетона предлагает использование боковой пластины формы в качестве запарочного днища и несущего основания для массива во всей технологической цитечке. Поэтому для решения задачи компания Кеда спроектировала специальный контователь, так называемый контователь полностью открытой конструкции, который позволяет производить перестановку массива с более широкой боковой пластиной стандартной формы на более узкую, пригодную для запаривания массива в автоклаве меньшего диаметра. При этом полностью проработана схема оборота обоих типов пластин. Ну и необходимо отметить, что на этом контователе также производится удаление подрезного слоя. Одна из последних разработок компании Кеда сейчас это еще в экспериментальном режиме это машина измерения показателей резки которая спроектирована в соответствии с структурой поворотной рамы машин вертикальной резки. Данная машина позволяет регулировать в неограниченном диапазоне частоту качания, амплитуду колебаний и скорость подъема во время экспериментов по резке непосредственно в цехе, чтобы проверить показатели при различных сочетаниях параметров. Благодаря постоянному изучению записанных параметров наша компания продолжает оптимизировать резательную машину и мы настраиваем оптимальные параметры управления процессом резки для клиентов. Ну и последнее для высоко автоматизированных предприятий компании Кеда была предложена концепция так называемой центральной диспетчерской, где управление всей производственной линии осуществляется всего двумя операторами. При этом расположение диспетчерской расположено над зоной предварительного созревания массивов, что дает хороший визуальный обзор и специалисты могут видеть весь завод, всю технологическую линию по выпуску автоклавного газобетона. Ну и последние несколько слайдов заводов газобетона компании Кеда. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.